тот или иной момент сливаете ли вы этим урона противника или же вам потребуется еще один возможно выстрел дать по нему 2997 друзья с бустером ну скажем так средние танчики мы стабильно наверно можем уничтожать вместе с вами друзья приветствую всех на канале с вами mortal hero и сегодня вместе с вами возвращаемся к пушки рельса в нашей игре вы набрали под прошлым видеороликом там где мы вместе с вами на рельсе играли довольно хороших спасибо всем ребятам которые оставляли комментарии ну и плюс пальчиком вверх поддерживали как раз мы сегодня возвращаемся к этой пушки и сегодня у нас на очереди уже устройство стабилизация снаряда которая получается стабильно как ни странно да то есть лучше нашего прошлого обзорчика мы использовали ресурс здесь стабилизация которая наносила рандомный урон то он большой настолько высок что прям шокит противников то настолько низок что просто противника вряд ли вы сольете но сегодня у нас стабильная риса многие ребята писали в комментариях что в целом довольно часто подобно рельсу использовать поэтому сегодня об этом поговорим ну и заодно конечно протестим друзья но если ждали видеоролик с рельсой с подобным устройством дать словом возможно пишите в комментарии какие бы хотели еще устройство чтобы мы вместе с вами затронули то не забудьте видеоролик однозначно поддержать пальчиком вверх и если перу на канале подписываться прожимать колокольчики оставьте в комментариях как я ранее говорил ваши предложения в плане вооружения но и также быстренько напомню о том что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента а именно immortal привязывайте настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов а именно миллион но и помимо кристалликов вместе с вами разыграем 25 тысяч танкой на вся подробная информация есть нашем дискорд сервере залетайте разбирайтесь но и также не забывайте запонять ту сама форма которая в описании под этим роликом но вместе с вами друзья уже наверное будем выдвигаться сегодня буду отыгрывать на получается дроне бустере да тот самый дрон который на больших званиях довольно у многих легенд есть но и плюс викинг который нам позволит также возможно некоторых моментах под вердрайм получать то ли иное преимущество с этим вооружением ну что же друзья заряжаемся кстати на карту temple и я уже вижу вердрайк вот это неплохо наверное давайте съездим тогда попробуем а там уже противники есть но кей тогда будем стараться наверно занимать какую-то определенную позицию на флажочки мы получается попали вместе с вами флажочки которые честно викинг говорится вряд ли буду возить тем более рельса который не имеет быстрый перерядку то есть это рельса конечно не со скаутом который имеет возможность вам каждую секунду перезаряжаться и тем самым можете довольно часто лет по противнику тут же все же большая перезарядка не такая огромная как это с крупный крупнокалиберным устройством но при этом довольно неприятное в сравнении допустим с если вы играли раньше скаутом но еще будем пытаться разбираться и главное что стабильный урон то есть сравнение конечно дестабилизация тут вы всегда знаете что вас да если вы попадаете по противнику какой-нибудь там определенный урон который на постной основе будет залетать и вы будете понимать тот или иной момент сливаете ли вы этим урона противника или же вам потребуется еще один возможно выстрел дать по нему 2997 друзья с бустером ну скажем так средние танчики мы стабильно наверное можем уничтожать вместе с вами может быть конечно если противник прям докачан до конца может быть этого не выйдет сделать но вполне хватает чтобы покажется закрывать противника сейчас конечно полагинчик который имеет возможность под вирдрайвиком чуть-чуть восстанавливать здоровье но мы его шотнулись броня пропал сразу шотнули шикарно но пока скажем так я конечно не прыгать именно вот с такой стратегика ты стоишь аккуратненько накидываешь но мне нравится почему бы нет как вариантик одна из альтернативных рельс с устройством как вариант может быть даже существует возможность и и в дальнейшем использовать как ни странно в рандоме вы кстати друзья как я ранее говорил напишите какую бы еще возможно если вы хотели у нас видеть обзорчики то есть каким устройством и возможно с чем вы играете потому что большинство ребят писали именно со стабилизацией поэтому сегодня именно этим обзорчиком вместе с вами занимаемся на овердрайв центре было бы хорошо чтобы ребята подвинулись и может быть если мы перегоним нашего союзника то подберем вирдрайвик или нет может быть я не заметил его наверно заметил нас еще и передели кстати не подбирался овердрайв у парня но келатника мы вместе с вами наверно будем также продолжать идти на правый фланг потому что мне кажется позиция в целом неплохо и как ранее говорил но флажочек вряд ли нам получится повозить да с этим оружием поэтому будем занимать такую позицию кемперскую который нам позволит но в некоторых моментах как прикрывать союзников но и каких-то моментах возможно пригать тех самых атакеров которые планируют зайти из того же правого фланга который довольно часто используют для заветных атак 9 кило друзья одна лишь смерть мне кажется для такой карты это конечно очень круто есть если мы попали бы на какую-нибудь более компактную карту там где против нас было бы очень много молотов то есть в дуэлике конечно вас любая пушка наверное практически перестреляет если ближнее боё но если идет речь о больших картах и на расстоянии целом ну может быть да хотя как по мне вот если новичок конечно в проекте кида и ваша пушка риса но в первую очередь которую начали использовать еще не разобрались в ее механике то наверное лучше всего я посоветовать могу вам скаут но если вы уже опытный игрок который стабильно выдает рельсы который не промахивается который знает куда их заряжать какой момент и в нужное время то стабилизации как минимум вы уверены мне хотя в скауте случае скаута тоже довольно стабильный урон при этом довольно часто может перезаряжаться но там нет такого огромнейшего урона то есть со скаутом вы будете больше напрягать противничка тем самым что стреляете часто по противнику случае стабилизации вы можете шотать и реально тем самым уничтожать средний танчики кстати овердрайк но я могу зарядить конечно но уже ничего не себе делать потому что ребята к сожалению довезли флажочек трек друзья разобрали четвертого разобрали и может быть кого-то еще пятого разобрали вот это да вот это неплохо конечно но вот команда конечно у вас как всегда где-то где-то есть но и если честно не видно не слышно но вроде как я раньше говорил да если у вас в принципе вооружение прокачано вы хорошо играете то даже с рельсу на первом месте пока мы по крайней мере на первом месте неплохой позиции занимаем и в некоторых моментах даже очень плохо помогаем команде которая к сожалению не сильно такой то есть один лишь союзник заехал в атаку и на этом все закончилось довольно шустро быстро против нас кстати играют еще скорпиончика но наверное может быть неком плане будем свою игру сравнивать с противником потому что противники более активны своих действиях и более активно зарабатывать те самые заветные очки которыми уже было бы наверное честным образом сравнить потому что наши ребята чего-то стоят хотя вроде бы я тоже как бы не особо куда двигаясь но урон залетает на то есть реально приятная штука приятная и таких моментах средний танчик как мы уже видели паладинчик это уже могли шотать викинга но и в случае вердрайвика конечно урон будет залетать уверенно но наверное вот из недостатка 2 который я вот допустим замечаю которую я могу сравнить с другими устройствами это то что передрядка не такая быстрая в случае нашего устройства в сравнении со скаутом и наверное задержка выстрел то есть когда мы нажимаем выстрел рельса долго разогревается то есть вам приходится подождать пока риса разогреется и наконец-таки выстрелить потому что в случае скаута там просто практически мгновенно нажал нарисуй как бы она уже разжигается сразу стреляет приходится все же иметь какую-то некую задержку которая неприятно с одной стороны но если вы часто играете как не можно прыгнуть и довольно комфортно верных по итогу себя чувствовать но это все дело привычки друзья давайте по скауту зарядим попробуем меня уже скорпиончик пытается водиться вы кстати не забудьте пальчиком вверх подержать ролик и за то что я сегодня использую во-первых викинга рельсу легаси во-вторых краски продика друзья та самая краска олдскульные которые надеюсь что многие помнят давайте по гауссу поп и все и как бы гауса нет друзья мы вместе с вами перезарядились и можно попробовать а там наверно трупик был но там другой еще парень далеки был но к сожалению прострелил тут на самом деле такой карте можно брать даже диктатора потому что прострелов нара чуть больше будет зон для прострелов и вы можете тех или иных моментах чуть больше возможно прострелить уничтожать по итогу противничка друзья полторы тысяч зарядил а у нас скорпиончик за спиной стоит окей давайте попробуем по идее мы харька должны шотать но не получилось 1300 а ну на брутом кстати не такой большой урон залетел возможно потому что у нас не крит потому что вроде как у этой рис есть определенный крит который может быть даже чуть больше да да не настолько стабильная риса либо я в чем-то запутался может быть парень но с брутом был вроде не спасатель не защитник который блокировал урон так и резистик вроде а может быть не но резиста не было парня странно ладно будем потихонечку разбираться возможно в комментариях мне подскажете поскольку есть ребята которые почаще играют чем я на лице я лицу очень редко использую если использую наверное своем в свою очередь ну тот же скаут либо же дестабилизация мне здесь облизаться прямо нравится за счет того что мы можем внезапно противника шотнуть который там на тяжелом корпусе и который просто к этому не был бы готов в нашем случае на самом деле тоже неплохо урон залетает но в каких-то моментах я до конца возможно себя понять не могу но в целом полторы тысячи получается полторы тысячи если же парень на броню мне овердрайв накопил друзья но честно овердрайв в атаку наверное могу активировать но при этом должна быть атака от наших союзников потому что пока что атакующих союзников я вовсе не вижу но один парень заходит которого честно я не уверен что сильно прикрою да могу разобрать им пол команды в дефе но тем самым вряд ли он за счет этого уйдет вот если паладинщик какой-нибудь у нас зайдет в атаку наподобие как у противника и тогда уже как вариант можно пробовать верт драйвик взять и шансы есть все но у вас давайте по скорпиончику оп и скорпиончик мне друзья 27 килов за пол матча блин у карта реально достойная то есть я рис и такая карта очень неплохая и мы по счету идем но не хуже наверное скорпионов то есть на первом месте против играет парень на фризик на паладинчике который целом неплохо отыгрывать плюс еще вез флаг сравнить с другими ребятам 200 очков и меньше это там скорпиончики играть также у нас до 250 и все наши кстати ушли ой-ой-ой-ой было бы хорошо чтобы его всего прикрыть вот кстати о чем я говорю что очень долгое получается долгий рожок который не позволяет нам просто уничтожить противничка сразу же нажав кнопку выстрела и приходится конечно таких моментах помните о том что прыжке конечно юзать выстрел но не самая лучшая идея наверное в нашем случае с нашим устройством наши кстати прыгнули да поэтому видимо оказались минусе поэтому я еще даже не успел добраться у них уже вернули ну ладно хотя бы попытка есть на возу наших ребят если же такая повторится я найду найду хорошую позицию с которой могу прикрыть только вариантик можем попытаться кстати коппер запрыгнул на вражескую базу это хорошо и может быть ну нет там тесла который накидывает давайте попробуем вулканчику 1965 давайте дальше продолжать накидывать в вашем случае конечно если у вас есть какой-нибудь дрон может быть даже кемпер либо кризис если вы играете на столь открытой карте и большой самое главное то наверно те дрона конечно будут преобладать с этим вооружением потому что бустер конечно не дают такого большого преимущества плане дополнительного урона но поскольку этот дрон доступен многие ребят требуют ребята чтобы мы тестировать с тем вооружением с теми дронами которые вам доступны за кристаллики которые вы можете позволить поскольку прокачка дронов тоже не сильно дешевое удовольствие то мы сегодня именно с бустером но в вашем случае если есть такие подобные дроны которые сегодня звал помимо бустера то конечно как вариант довольно будет прям с ними наверняка еще безумнее потому что там урона уже будет гораздо гораздо больше если мы набили с бустером 31 31 килл на за 10 минут то скорее всего вашем случае там может быть и и 40 и 50 шафтика вижу друзья было бы хорошо его уцелить поп хорошо 687 но вот как-то маловато прям реально мало давайте попробуем еще раз тычку дать сожалению не сбивает в таких моментах конечно когда вам забивает особенно когда пушки играют против которой имеет возможность сбивать уже неприятно играть с подобным устройством потому что вы довольно часто промахивайтесь перезаряжаться часто не можете в сравнении с как это дело можно сделать скаутом и конечно менее опытные игроки будут получать не такое большое преимущество на этом устройстве опытные более опытные игроки конечно могут реализовать на рису ну практически на все ее возможности флажочек кстати на право фланг наверно до ушел я не успею хотя может быть постараюсь успеть хотя бы вернуть потому что в атаку но я не вижу никакой смысла ходить хотя мы можем попытаться друзья можно но риса это не та пушка на которой нужно атаковать поэтому я стараюсь конечно прикрывать но некого прикрывать нету хороших атакеров если есть то он один и ему не хватает ему не хватает прикрытия чтобы реально попытаться что-либо сделать и организовать в атаке в таких случаях конечно лично я в своем случае люблю играть на вооружение которые способны возить флаги если мы уже запекались в джим заход флага хотя сегодня быстрый бой был я рассчитал возможно чуть-чуть другой форматик отыграть но целом когда игра в подобных форматах кстати пернули вот это красиво было в это конечно преимущество традиции то что дистанция есть даже и урона особо роль не сыграл просто пернули и все подобные ситуации конечно люблю играть уже на тех вооружения которые способны возить поскольку я как бы играю форматики в котором мы не имеем возможности сам как-либо повлиять на итог матча к сожалению могу только прикрывать могу только на свою личную статистику играть в принципе чем мы неким образом занимаемся конечно еще прикрываем союзников но этого не достаточно хотя наш вот сейчас давайте оверку за реализуем ой хорошо хорошо там диктатор еще был хорошо а вот еще одного парня я у не успел к сожалению слить по-моему вернут парня да ну блин я старался конечно под вердрайком там кого-то уничтожили даже несколько парней уничтожили но будем пытаться потому что три минутки нам подгрузить еще ребята возможно даже смогут как-нибудь повлиять на итоговый счет наши ребята вроде разобрались дефи но будем стараться три минутки будем накидывать сейчас продолжать возможно опрягать вражескую базу потому что наверное больше ребята теперь переживает за свой да все же атака у них уже пройдено успешно они достали флаги им как бы уже больше флагов и нужно поэтому будем часто прикрывать наш хризников неплохо кстати там по парень у вердрайв только активировал мы сразу же его на распыспы осадили в таких моментах просто безумно круто я считаю что реально таких огромных картах рейса друзья ну просто прелестно сейчас может показать реализовать конечно есть пушки которые не хуже и показывают тот же скорпиончик рейса если вы грамотно играете гром но если идет речь одессе вполне неплохо не считая что прям нужно и апать сильно разработчикам хотя но на маленькие карта конечно это лица покажет себя не так уже уверенно и достойно в таких случаях вам нужно уже тогда возможно переодевать на какой-нибудь другой вооружение потому что вооружение в нашей игре достаточно и вы должны для себя понимать что тех или иных условиях одна или другая пушка можете показывать лучше либо же хуже в зависимости от ситуации и в ваших задачу на этой карте либо же форматике давайте физику попробуем вот как раз тот минус да который ну не получается мгновенно выстрелить по противнику приходится ждать и реально теряешь много времени в том же прыжке тоже конечно вариант не самый идеальный ладненько давайте по шаптику он защитником кстати играет поэтому просто раз нанесли по нему мало урона его разобрали рикошетик уже за нами гонится потому что наверное мы напрягаем маленько его 728 очков друзья 42 кило но резистов кстати 30 да как мне страна лишь один и то 13 процентов потому что вот когда я играю на других вооружениях довольно часто встречать с лица много ристов тут же я как бы но не сказал бы наверно что один рис я может быть один и всего лишь один процентик ним либо повезло реально пишите в комментариях друзья как часто против вас встречается возможно команды у которых много резистов 30 мм случае лишь один резистик и прошлый раз когда мы тестировали по моему тоже 30 не так много резистов было потому что мне кажется в последнее время ребята берут от гаусс от скорпиончика того же возможно грома рикошет от молота прорисом немного забыли как игроки которые на ней играли и также игроки которые против нее раньше одевали резистик возможно резиста не настолько сейчас актуально и популярно но моем случае в плане результатов на себя показывать на этой карте по крайней мере довольно даже приятным образом 1900 хороших уверена и в центре был на 50 секунд мне кажется наверное ну шанс конечно есть еще один какой-нибудь может быть наш парень зайдет нас пробили кстати ого-го это харючек пробил в вашем случае целом корпус любой наверное подойдет то есть вы можете как играть на харючеке также на викинги диктаторы возможно то есть любой корпус который вам удобен лучше нашего корпуса благо вердрайв полезных комбинат с рисой но вам да конечно тяжелого корпуса бы не стал использовать потому что штука такая не сам приятно да и тем более у тяжелого корпусов нас как вы понимаете вердрайв совсем другой имеет иной план и механику которая не позволяет с рисой правильно и грамотно возможно скомбинировать по итогу реализовать тот самый заветный овертравик но и итоги матча друзья к сожалению мы проигрываем но как я говорил ранее с таким вооружением конечно должны рассчитывать в первую очередь на команду которая вам будет позволять ввозить те же флаги а вы в своем случае уже будете помогать возможно прикрывать в тот или иной момент я в самом случае конечно когда попадаясь на подобную карту когда понимаю что нету союзников которые готовы возить флаги уже стараясь переодеться на то вооружение которым хотя бы смогу сам возить флаги сегодня поскольку у нас был акцент именно на рису то мы ограничились тем что старались прикрывать но и набили определенную статистику которая в целом довольно неплохо как по мне 5 почти вот пэн друзья 44 кило в сравне с нашей командой конечно показали довольно довольно очень безумный результат но и друзья поделитесь вашими комментариями напишите как я ранее говорил на какой рельсе играете возможно какая больше риса вам нравится какое устройство возможно хотели бы весь следующий видеоролики потому что если активность этот видеоролик набирает пальчиком вверх вы можете как всегда поддержать не забывайте если впервые на канале подписываться прожимать колокольчики но с вами был immortal hero желаю всем хорошего дня но и до до скорых встреч